Здравствуйте, в эфире программа «Персональный ваш», это «Эхо Москового ФИО», микрофон Елена Черкова и «Персональный ваш». Сегодня политтехнолог Андрей Пателлицын, Андрей Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Я напомню номер для ваших смс-ок, плюс семь, девять, восемь, триста, четыре, десять, пятьдесят один. Вы можете писать нам еще и в Телеграм, пожалуйста, не забывайте подписываться, и трансляции у нас в Ютубе и в Фейсбуке запущены. У нас, поскольку 18 декабря, мы вот завершаем 2019 год, и пора уже какие-то итоги подводить. Хочется, наверное, вспомнить весь этот год и вот его как-то проанализировать с точки зрения того, что у нас было важного, нужного и интересного и в политике, и в какой-то социальной сфере. Давайте попробуем, не знаю, такой своеобразный топ событий вспомнить и как-то проанализировать. Ну, это довольно непросто сделать, на самом деле, конечно, и все зависит от тех критерий, что считать важным, неважным. Ну, на первом месте, конечно, стоят выборы. Это понятно. То есть, судьбоносное событие в истории Башкирии, то есть, на ближайшие пять лет и так далее, и так далее. Они эти выборы заняли, ну, условно говоря, наверное, первые девять месяцев 2019 года. Ну, там, на них накладывались все остальные вещи, там, так или иначе, на них влияет, там, Сибай, истории, там, с Куштау, там, Айрат Дельмухаметов и прочее, прочее. То есть, все это было, ну, где-то в каком-то смысле в контексте выборов. Потому что, наверное, трудно будет разделить вот эту предвыборную подготовку, потом предвыборный период и сами выборы с теми событиями, которые происходили, и как они друг от друга там отражались и друг на друга влияли. Ну, я бы выделил вот примерно такой топ событий, то есть, это сибайская история, которая перешла из 2018 в 2019 год и до сих пор продолжается, собственно, примерно... Ну, справедливости радио, надо сказать, что особенно она стала известна именно в 2019 году. Ну, да, то есть, началось все январь, вернее, ноябрь-декабрь 2018, это только стало всплывать на поверхность, начали анализировать и понимать, что происходит действительно в январе-феврале. Я лично был в Сибае летом в августе, наблюдал, что, собственно, там ничего не поменялось, вопреки всем уверениям и заверениям. Да, собственно, и сейчас примерно там то же самое, потому что, ну, судя по тем сообщениям и данным, которые там есть и так далее, то есть, эта проблема, она переходит у нас, судя по всему, в 2020 год и там, не знаю, дальше. Ну, естественно, история с Куштау, то есть, то, что внезапно вскрылась вот эта вот секретная, засекреченная на какой-то период, там, лицензия, разрешение и так далее. То есть, сразу после выборов стало известно о том, что, оказывается, еще летом была получена эта лицензия на разработку Куштау. Ну, до октября, наверное, еще не так это обсуждалось. Сейчас, конечно, выходит на первый план эта история. И вот это противодействие между теми, кто за и против, оно обостряется и формируются сейчас эти все силы, ну, возвращаясь к выборам. То есть, основное событие выбора, основное событие, что Хабиров был избран так или иначе на пост главы Республики Башкортостан. Сами выборы, конечно, большой, наверное, след оставили там, по крайней мере, в сознании людей, которые занимались выборами. То есть, я вот как человек, который в этом участвовал, в непосредственном процессе, конечно, много для себя выводов сделал из того, что нас ждет там в будущем, в контексте именно вот тех манипуляций, которые были на выборах. Ну, год был, конечно, такой бурный достаточно. То есть, и история с Айратом Дельмухаммедом, я сейчас вот подсознательно пытаюсь вспомнить, когда он был арестован, ну, по-моему, это была весна. Март, апрель. Ну, и действительно, так долго он находится, значит, в следственном изоляторе, дело там продолжается, обрастает новыми какими-то обвинениями, новыми деталями. Так непонятна перспектива, когда там что выйдет на уровень суда или еще что-то. То есть, я не знаю, тоже, наверное, все-таки это заметное событие, по крайней мере, для определенной части людей, которые там разделяли так или иначе его взгляды и его позиции. А вам не кажется, что это дело ближе к концу года, чем дальше от, собственно, ареста и очередных продлений, оно становится тише и тише, как будто бы забывают про то, что Дельмухаммед в СИЗО. Да, безусловно, есть такой феномен, вот это угасание волны, условно говоря, информационной и эмоциональной волны. Те, кто там лично знаком с Айратом, те, кто с ним работали, кто с ним взаимодействовал, конечно, наверное, не забывают о том, что он в связи с СИЗО. А широкая общественность, конечно, начинает тихо привыкать к этому. То есть, это чисто медийный эффект. Но сам факт того, что это такой достаточно отчетливый случай наказания за слова, так называемое, это вот не отменяет то, что люди начинают привыкать. Повторюсь, что непонятна перспектива, что дальше, какие будут обвинения выдвинуты, какие планки наказания предусмотрены, мы пока не знаем. Угу. 6 января, если я не ошибаюсь, у него истекает срок очередного ареста. Да, там очередной арест, да. Да, и будет продление. Вы сказали, что когда работали на этих выборах, когда эти выборы закончились, вы сделали для себя такие некоторые наметки о том, что, возможно, будет в следующем году в республике. Что именно вы для себя отметили? Ну, про 2020 год я, наверное, так вот однозначно не думал. В 2020 году у нас в основном выборы в районные советы, городские советы, кроме Уфы, хотя это тоже достаточно значимая история, и, ну, может быть, политические силы обратят на это внимание, хотя у нас такое сейчас политическое истощение наблюдается в Башкирии, что ни партии, ни заметных фигур, ничего нет. Те, кто были, сходят с ареной, в общем, какой-то такой вакуум появляется. Я больше думал про 2021 год, то есть выборы в Государственную Думу, как это будет конструироваться, по крайней мере, нынешней властью. Ну, печальные выводы у меня, на самом деле, про 2021 год. Я думаю о том, что все-таки тот концепт, который сейчас присутствует в Белом доме и у команды Хабирова, это концепт достаточно тупикового развития, то есть это концепт стопроцентного согласования результатов, всевозможных, значит, административных воздействий и так далее, и так далее. То есть вот, к сожалению, к такому выводу я пришел на фоне выборов сентябрьских. То есть то, как они провели эти выборы, к сожалению, нам не дает оснований полагать, что будет некая, скажем так, ну, хоть сколько-нибудь чистая ситуация в 2021 году. Про Куштава вы тоже заговорили. Вот эта история, которая сейчас происходит, протесты, попытки провести митинги и отказы в согласовании митингов, в общем-то, по традиционным уже причинам площадка занята, приходите завтра и ищите другую площадку. Я вчера пыталась вот понять, как наш гость политолог Азимир Савичев видит дальнейшее развитие событий. Не очень, честно говоря, поняла. Хочу теперь вас немножко попытать. Какова вероятность того, что вот пока эти все-таки все эти протесты какие бы ни были, да, они очень мирно проходят? Ну, довольно мирно. Какова вероятность того, что чем дальше и чем ближе будет вот этот момент начала разработки, тем столкновения будут возникать какие-то уже силовые? На мой взгляд, вероятность силового конфликта в процессе вот этого противостояния очень велика. Как только объем, количество, качество и частота вот этих вот проявлений станут нарастать, сразу же будет, ну, как бы появится большой соблазн начать это все решать силовым путем. Ну, как обычно у нас классическая схема сначала воздействия на инициаторов-зачинщиков, потом показательные наказания для, там, нескольких случайных людей, чтобы другие случайные люди об этом задумались и так далее, и так далее. Вопрос только в том, что, здесь даже не вопрос в том, что вот там будет ли власть давить и наказывать тех, кто исповедует вот эту точку зрения, вопрос в том, насколько интенсивно будет этот процесс проистекать, насколько много людей будет вовлечено в эти протесты. Тут надо понимать, что потенциал у этого протеста колоссальный. Дело в том, что огромное количество людей все еще не вникло в эту проблему. То есть, людей посторонних, условно говоря, безразличных на данный момент к ситуации, они просто еще не в курсе. Выглядит эта картина, к сожалению, очень проигрышна для властей в том смысле, что здесь вот нужно простой пример привести, я все время обсуждая это с коллегами и с людьми вовлеченными, привожу этот пример. Вот стоит красивая елочка, мимо идут люди, и давайте опросим 100 человек, срубить ее или оставить. При том, что они, вот Савичев вчера правильную вещь сказал, заинтересованности у них нет экономической в этой елочке, да, им ни дерево не достанется, ни иголочки, ничего, да. 100% из 100 скажут, да пускай растет, потому что она красивая. Примерно такая же картина с горой. Гора на самом деле никому не нужна, ну, с точки зрения, там, какой-то мотивации, да, то есть ее нельзя есть, из нее нельзя извлечь денег, там, нельзя, там, посадить картошку. Ну, домой не утащишь, да. Да, ну и так далее, то есть так вот. Но, тем не менее, люди при выборе, рубить елку или не рубить, скажут не рубить. И здесь примерно такая же история. То есть, вот, как только очень большое количество людей будут вовлечены в процесс осмысления вот этой всей истории, ну, конечно, этот протест начнет нарастать. Чисто на гуманитарном уровне. То есть, мы против, вот против того, чтобы вот эту красоту убрали. А что должно произойти, чтобы люди вовлекались? Ну, здесь только информация, то есть, огромное количество людей тупо не в курсе. Вообще этой проблемы не в курсе. То есть, вот, по моим наблюдениям, то есть, они не в курсе, там, вот этой сырьевой проблемы соды, они не в курсе вообще, что из шаханов добывают этот известняк и вообще не понимают, как из него... Многие считают, что, там, берут какой-то известняк, перемалывают, и получается сода. Ну, эти технологические моменты, они, на самом деле, не очень интересны широкому кругу. Вот. Как только эта информация будет расширяться, расширяться, люди будут вникать. Вывод здесь будет однозначный. То есть, все вот эти доводы о том, что в каком-то где-то стерилитомаке, там, тысячи или две тысячи человек потеряют работу, это никого никак не трогает, на самом деле. Потому что тут тоже такой бытовой эгоизм, то есть, ну и что? Да? Так ведь? Вот. Соответственно, как бы, и тем более, что, ну, общеизвестно, что, там, сода, это не государственное предприятие, и деньги, там, от нее как-то куда-то там куда-то деваются, по крайней мере, так принято считать в широких кругах, да? Не так уж велики налоговые поступления, ну и так далее, и так далее. Вот. То есть, известный факт, что, там, сода платит налогов меньше, чем пивной завод. Эфес. Соответственно, ну, эти все аргументы, они сейчас пока, их пока высказывают, высказывают, там, дежурные вот эти вот агитаторы, там, Мурзагуловы и Хабировы, но это все детский сад, на самом деле. Как только вот это все дойдет до широких масс общественности, конечно, ну, мнение будет сформировано. Дальше уже вопрос, там, будет борьба, будут протесты, будут ли какие-то там акции, это уже вот, я не знаю. А есть ли шанс, что люди, даже если до них это мнение дойдет, и они сформируют свою собственную позицию, они просто не будут ничего делать, потому что они испугаются? Потому что сейчас, в общем, мы видим, что в офисе Башкорта приходит ОБЭП и приходит, там, МЧС с какими-то невероятными проверками, что Башкорта обвиняют в, фактически, там, я не знаю, в том, что их спонсирует кто-то там из-за рубежа, как обычно, агенты Госдепа подключаются, и прочее, и прочее. — Это вряд ли повлияет, на самом деле, на решение людей, тут больше важна вот такая реликтовая инертность нашего населения, то есть оно, в принципе, не всегда готово, вернее, всегда не готово выступать активно, но тут вот интересный феномен, что, оказывается, в России люди охотно выступают, активно выступают, да, то есть идут, пишут, говорят, там, собираются на какие-то экологические, какие-то коммунальные, кстати говоря, темы, нежели там чисто сугубо политические, да. То есть и вот здесь может это тоже сработать, потому что и пример Челябинска, и пример, там, ШСов и прочих, там, казанских историй, он говорит о том, что, начиная с Химкинского леса, условно говоря, да, то есть здесь нет никакой националистической, национальной подоплеки, здесь нет даже какой-то, скажем, региональной подоплеки о том, что вот эта, там, гордость Башкирии, там, святыня башкирского народа, это все ерунда, на самом деле, то есть я имею в виду ерунда в том смысле, что это мнение, оно достаточно локально, то есть я с уважением отношусь к точке зрения, там, БО Башкорт, которые вот так это все трактуют, но БО Башкорт и вот все эти сообщества, это незначительная часть населения, а речь идет все-таки о широких кругах, то есть и вне зависимости от национальности, от, там, возраста, от вероисповедания и от того, насколько они патриоты или не патриоты своей родины, да, тут это как раз не связано, тут речь идет чисто о эстетических вещах, то есть рубить или не рубить елочку, вот это очень важный момент, на это не обращают внимания пока ни власти, никто, они, к сожалению, не понимают природы вот этих вот протестов, протестов, они сами себя уговаривают, что это кто-то там инспирирует, кто-то кому-то что-то платит, это для них же в первую очередь опасно, потому что когда они поймут, что это не так, может быть уже поздно, ну, они выбрали такой путь. Ну, если внимательно вслушиваться в текст послания, то там власти-то уверены в том, что они знают, чего хотят люди и что они там ходят чуть ли не каждый день разговаривать с жителями Стерлитамака, которые очень сильно озабочены и задачены, очень хотят, чтобы завод не закрывался, хотя про закрытие завода-то никто и не говорит. Ну, бессмысленно, наверное, обсуждать стилистику посланий, потому что, ну, иначе и быть не могло, потому что, что Хабиров вышел бы на сцену и сказал, знаете, я тут не в курсе, о чем думает мой народ, который там в количестве 1 миллион 800 тысяч человек за меня проголосовал, но это же абсурд. Конечно, он всегда и везде будет говорить, что он точно знает, чего хочет его народ. Но это, тем не менее, не приближает его к пониманию этих чаяний и желаний. Нет, тут понятно абсолютно, это, в общем-то, работает не только в Башкирии, так это всегда, так работает и везде. Речь-то о том, что та часть населения, которая, возможно, еще не в курсе этой ситуации, она посмотрит, условно, там, послание на БСТ и скажет, что, ну, норм, ладно, нормально. Нет, конечно, здесь речь идет о том, что идет определенное осмысление, определенные волны информации, там, той, иной, кто-то попадает под влияние этой информации, кто-то под влияние той, но я возвращаюсь к тому, что на самом деле инстинктивно заманчивее для людей. То есть даже получив две точки зрения, люди все равно, когда им говорят, рубить или не рубить, они говорят, не рубить. То есть, если им дана возможность выбирать. Вот не зря же сейчас начинается очень такой массированный посев, мнение, там, через все вот эти вот наши фабрики троллей, которые у нас завелись в Башкирии тоже, которые сеют такое мнение, что да-да, гора красивая, но, к сожалению, мы ничего не можем сделать. То есть вот это мнение, оно сейчас активно очень через вот эти все вот системы, значит, провластных, значит, троллей и блогеров, они вот съеются в сознание. Ну, такая пораженческая позиция, что, ну, мы хорошие, но мы ничего не можем поделать. Ну, она такая серединная позиция, да, то есть чтобы уж совсем себя не винить в том, что я отказался там от мнения или отказался от борьбы, ну, тем не менее, вот так. Я напомню номер для смс-ок ваших, плюс семь, девять, два, семь, триста, четыре, десять, пятьдесят один. Ну, идем вот к теме Куштау. Слушатель наш, давно у вас не было, Радик Хайльбиров, он теперь, спрашивает вот, что Зульфию Гассину хотят объявить банкротом, за что преследуют правозащитницу. Бог ты мой. Не знаю, насколько по адресу этот вопрос, но... Да-да-да, слово правозащитница здесь весьма сомнительно. Преследует ее, ну, по моим данным, по данным СМИ, за то, что она загадочным образом взяла взаймы денег у застройщика «Интеграл» через бухгалтера этого, этой компании «Исламова» и не вернула деньги. Что тут непонятного? Человек, ну, подали на банкротство, сейчас требуют от нее возмещения, там, этих сумм. Потом она не вернула деньги, развелась с мужем, там, куда-то эти деньги делись, и теперь, значит, ей вроде как нечего отдавать. Ну, я не вдавался в детали, там, в карманы к ней не заглядывал, но выглядит это все весьма подозрительно, особенно тот факт, что деньги были получены у того самого нерадивого застройщика, с которыми так долго и отчаянно боролась с мадам Гассина. Слушайте, ну, история с застройщиками, она все еще, все еще очень актуальна, все еще, к сожалению, постоянно всплывает. Сегодня, вот, буквально новость последняя, дольщики повесили, как это сказать-то, типа висельника на одном из объектов в Уфе. Вы проблем обманутых дольщиков, в принципе, тоже занимаетесь довольно плотно, общаетесь с ними. Вот что сейчас происходит в этой сфере? У нас были какие-то совещания с Хабировым, какие-то комиссии создавались, что? Ну, в общем, подытоживая год по дольщикам, я скажу такую вещь, что главной задачей Хабирова и исполнительницей этой задачи, кстати, была мадам Гассина, было утихомирить и не дать дольщикам проявить протестную активность до выборов. Гассина с этой задачей справилась блестяще, она, значит, всевозможными способами, значит, вводила кругами этих дольщиков вокруг Белого дома на выборах, туда заводила, выводила, сопроводила массу всяких совещаний и так далее. Сейчас вот мы как раз моей редакцией, условно говоря, подводим итоги вот именно работы с дольщиками. Там даже на первый взгляд пока еще не подведены итоги окончательно, это очень печальные итоги. То есть почти близкие к нулю. Более того, я скажу, что 2020 год нам принесет только увеличение количества проблемных объектов, потому что вот декабрь некоторые дома должны были сдаваться, там Су-10, Серебряный ручей, еще несколько объектов, выстрелит тема госстроя, потому что там до конца ни о чем не договорились на самом деле, и все еще там все висит в непонятном положении. То есть мы в 2020 году увидим только усиление этой проблемы. Я думаю, что дольщики делают выводы и понимают, что, ну, вот их вот, 19-й год был для них годом обмана, на самом деле, годом вот этих предвыборных обещаний, которые не исполняются. В гостях у нас сегодня политтехнолог Андрей Патрицын, и еще раз напомню, номер для ваших смс-ок плюс 7-927-304-10-51. Мы в конце первой части пытались как-то подвести итоги для этого года для дольщиков, которых у нас, к сожалению, меньше не становится. Все, в общем-то, как было, так и есть. Нет, на самом деле все будет меняться. Как было, так и есть, не останется. Это, и я еще раз повторю, дольщики так или иначе осознают, что 19-й год был для них годом обмана, годом, который они потеряли в основной своей массе. Ну, абсолютное большинство объектов остались в том же положении, в котором были в начале года. К ним еще прибавились некоторые новые объекты. Соответственно, я думаю, что постепенно будет приходить осознание, что нужно искать какие-то другие пути решения. Потому что все то, что долго, мучительно, бесконечно и безрезультатно обсуждалось на всех этих стройчасах и встречах с дольщиками в Белом доме, все это не сработало. Соответственно, тут, ну, вывод простой, что либо те, кто занимаются этой проблемой, некомпетентные или преследуют иные цели, ну, как вот в случае с мадам Гайсиной было, либо, значит, ну, власть злонамеренно что-то делает не так. То есть я не наберусь судить, какой из этих выводов правильный, но дольщики сами сделают его. Потом, скорее всего, и уже начался процесс некой иной самоорганизации этих людей. То есть сейчас появляется новая организация Союза обманутых дольщиков, она там набирает обороты и постепенно развивается. То есть организации нужны в этих ситуациях, потому что это как бы структурирует работу, не допускает каких-то эксцессов и крайних событий, да, то есть, ну, дает возможность как-то участвовать в этом всем. Самим дольщикам, власти, застройщикам и так далее. То есть вот эти процессы будут происходить в 2020 году. То есть кто в них будет как участвовать, пока сказать сложно, ну, конечно, главная роль там отведена самим дольщикам. То есть насколько они будут в этом активно участвовать, насколько они будут понимать, что с ними сделали в 2019 году. Вот недалее, как сегодня я беседовал с дольщиками вот этого волшебного Менделеевского треугольника, ну, там совершенно адская история. Там, судя по всему, вот, ну, история начинает еще и повторяться на одном и том же объекте, да, то есть опять начинается какая-то история с возведением новых домов, опять какая-то пирамида продажи квартир. Ну, в общем, они вот прямо этого ужасно боятся, потому что там, ну, это уже комичный случай, если это можно так сказать, что когда на одном месте, где обманули дольщиков, возводят объект, где, судя по всему, опять обманут кого-то. Ну, вот такие истории. Это Менделеев 128-1, Менделеевский треугольник, так называемый, самый долгий долгострой. Башкирии 13 лет люди ждут квартиры. То есть, ну, и таких историй очень много. Еще раз повторю, есть крупные застройщики, которые у нас стоят на грани перехода в это состояние, это госстрой. Это, возможно, СУ-10, пока не берусь судить, но там тоже есть тревожные сигналы. Пока непонятно по серебряному ручью схема с торговым центром, вот этим бизнес-центром, так и стоит на месте, ничего не произошло. То есть, ну, много-много там историй. Это не на пять минут разговор, конечно. Вот в субботу я планирую это дело обобщить. Ну, смотрите, если мы как-то по стройке начали разговаривать, вот два было судебных процесса вот со временем нашей с вами последней встречи в этом эфире. Это процесс по Александру Филиппову и Марату Гарееву, который завершился. И это процесс по Андрею Носкову. Его оправдали, и Верховный суд потом подтвердил, в общем-то, решение суда первой инстанции и тоже оправдал. Давайте вот прям по порядку, наверное, пойдем. По степени появления новостей. Во-первых, по Носкову. Насколько это ожидаемое решение? Я полагаю, что ожидаемое, потому что тут вот, знаете, история с Носковым скорее связана не с тем, что происходило в рамках этого уголовного дела и то, что обсуждалось там на всех этих инстанциях судов, а с тем, что, как ни странно, сейчас местные власти попали в какую-то совершенно чудовищную зависимость от этих застройщиков, и устранение там с арены Носкова, там, кого-нибудь еще из крупных застройщиков, ну, стало бы катастрофой для города, для республики, то есть в том смысле, что автоматически обрушиваются их предприятия, недострои, обманутые дольщики и так далее. То есть я полагаю, что здесь абсолютно предрешенный был исход этих судебных разбирательств, сложнее с Филипповым, хотя дело Филиппова и Носкова, безусловно, неразрывно связаны, потому что один участвовал в другом и другой в первом, значит, имеется в виду тех вот действиях, в которых их обвиняли по отдельности или вместе. Здесь скорее сработал механизм того, что власть внезапно опомнилась, в том числе и судебная власть, и поняла, что если вдруг сейчас произойдет обвинительное заключение, то это не просто обвинительное заключение в отношении там граждан Филиппова и Гореева, а это обвинительное заключение в адрес целой системы и целой там огромной группы людей, которые назывались там Уфимской мэрией там и прилегающим к ним организациям и всевозможным конторам. Недаром свидетели внезапно изменили свои показания поголовно в процессе разбирательства. Разбирательство было очень длинным, значит, и... Больше подошло. Да, и первоначальные показания были изменены, на противоположные практически всеми. Очень, конечно, двойственное, на самом деле, ощущение не оставило этот процесс, потому что существовало две точки зрения. То есть одна точка зрения, что да, Филиппов там и товарищи там украли вот эту совершенно космическую сумму денег, и вторая точка зрения, что это все было сделано строго в рамках закона и перераспределения этих сумм. Более того, мэрия же вернула часть денег из этой субсидии в федеральный бюджет, что, собственно, тоже, ну, должно было быть, наверное, стать предметом рассмотрения какого-то разбирательства, потому что возврат подобных сумм денег, значит, обратно в федеральный бюджет, это либо неистраченные деньги, либо истраченные нецелевым образом. Ну, то есть вот над этим никто не задумывался. Но в целом я подвожу итог, что и процесс Филиппова, и процесс Носкова абсолютно закономерно имели исход. Соответственно, ну, что об этом сейчас говорить? Если говорить про какое-то будущее развитие вот этого дела Филиппова, поскольку, как вы уже говорили, да, на процессе было очень много таких именитых участников, свидетелей было, много и со стороны обвинений, и со стороны защиты. И сам, в общем-то, Филиппов после того, как решение было оглашено, сказал, что мы, в общем-то, на этом не заканчиваем и будем дальше чего-нибудь вам рассказывать. Чего можно ожидать? Будет ли какое-то продолжение? Или все, вот это дело закрыли? Превратится ли Александр Филиппов в башкирского Сноудена? Конечно, нет. Конечно, нет. Во-первых, за ним все еще тянется шлейф иных обвинений, в том числе вот эта история с деньгами и прокурором Гарифулиным, вот этими 10 миллионами. Это дело никто не закрывал, не отменял и не завершил. Я не знаю, какова сейчас там позиция Филиппова в плане его статуса, обвиняемый он свидетель или кто-то. Но, еще раз, дело Филиппова все еще не закончено. Более того, насколько мне известно, сейчас активно ведутся действия силовиков в отношении ближайшего окружения Филиппова и людей, причастных к этим процессам в тот период, в том числе и уже санкционные действия, я имею в виду там и домашние аресты и прочие вещи. Не думаю, что Филиппов сейчас разоткровенничается и расскажет нам там о каких-то злодеяниях в мэрии, в которой он работал и так далее. Хотя бы потому, что вся эта мэрия пришла на суд и свидетельствовала в его пользу. Ну, где логика? Что он сейчас сдаст Елалова или что там, выражаясь простым воровским языком? Ну, нет, конечно, да? То есть, конечно, нет. Это все было сказано там на эмоциях, на каких-то там, значит, на каком-то, видимо, таком драйве от вот этого решения суда. Но, еще раз, дело Филиппова не закончилось. Смотрите, тогда по стройке из новенького. Вот это хорошая тема, мне нравится. История про то, что группа Гранель имеет некоторые интересы относительно санатория Зеленой Рощи и вот этой территории. Насколько это вообще реально для начала? Там ситуация интересная. Я не видел... Мы же неправильно, может быть, что-то поняли? Да, я не видел проекта, честно говоря. Есть две точки зрения. Первая, значит, точка зрения такая. Гранель, воспользовавшись полномочиями Назарова, значит, здесь зашла суда. Ну, напомню, Назаров сейчас формально никто там в этой Гранели. То есть, там есть исполнительные директора и прочие эти. Значит, лица и там номинально наверняка часть собственности ему принадлежит. Там еще и обширная семья. Ну, ладно, вот первая точка зрения, что вот Назаров воспользовался своим, значит, служебным положением, завел сюда свою фирму, и она, значит, там отживала какой-то очень вкусный кусок, и теперь будет там строить 300 тысяч квадратных метров, и мы останемся без санатория. Вторая точка зрения, она основана на, ну, более, наверное, взвешенной, в том смысле, что начнем с того, что Гранель по рыночной цене выкупила, значит, и санаторий, и, значит, эти вот земельные участки, и обязуется восстановить и, значит, улучшить состояние санатория. Санаторий действительно старый. То есть, как бы там много есть вопросов. По крайней мере, они обязуются сделать лучше. Санаторий сохранится и так далее. Единственные вопросы вызывают, конечно, зона отдыха вокруг санатория, которая неизбежно сокращается. И там есть один такой момент, на который нажимают противники этого проекта. Это то, что, дескать, вот люди, проходящие реабилитацию после инсультов и инфарктов, вместо того, чтобы гулять по парку, что им предписано врачами, они будут там гуськом ходить вокруг каменного дома. Не знаю, я не видел проекта, надо посмотреть. Вряд ли это настолько, ну, как бы утрировано все, устроено. Ну, речь все-таки идет о том, что территория самого санатория будет сокращена. Но по обязательствам Гранели, насколько мне известно, санаторий будет полностью перестроен и станет там современным и новым. Это, в общем-то, неплохо. Тут, в принципе, просто интересны цифры, потому что они разнятся. Кто-то говорит 300 квадратных метров, а кто-то говорит 20 гектаров. 300 тысяч квадратных метров. А, тысяч квадратных метров. Конечно, 300 квадратных метров — это масштаб дома главы администрации района. Не тот масштаб, это не масштаб Назарова. Нет, 300 тысяч квадратных метров — это проектный объем вот этого жилья, который там будет строиться. Собственно, это не так уж и много, на самом деле. То есть, если смотреть на крупные ЖК, единственное, что место очень хорошее. То есть, это, безусловно, будет достаточно дорогое жилье. То есть, это не будет какое-то очень дешевое, бюджетное там или на выселках где-то. Ну, еще раз, здесь проблема и Гранелия, и вообще в целом правительства нашего и вот этого строительного блока в неумении показать изначально сразу и внятно проекты. То есть, если бы здесь был уровень, да, это, к сожалению, да. То есть, эта особенность, она на самом деле зиждется на некоторых причинах. Эти причины, в первую очередь, это высокомерие. То есть, а что это еще мы будем кому-то объяснять? Второе, это просто непонимание тех опасностей, которые несут вот эту вот недосказанность, да. То есть, потому что, как бы там ни было, если у проекта появляются противники, они тут же и нафантазируют, и наврут все, что угодно, да. То, что не знают, то придумают. И вот сейчас отсюда появляются вот эти разговоры о том, что там больным негде будет гулять и так далее, и так далее. То есть, я не знаю, будет им там гулять или не будет где. Я не видел проекта. И не знаю, где его можно посмотреть. Слушайте, ну хорошо, если такие разговоры появляются, а почему сейчас-то этим не заняты? Почему сейчас не показать? Ну, это вопрос вот непосредственно компании Гранель надо задать, это нужно вопрос задать там мэрии и так далее. Дело в том, что пока все это еще на уровне разговоров. И, судя по всему, проектно-сметной документации тоже как таковой нет. Ну, по крайней мере, в финальном своем состоянии. То есть, может быть, и нечего смотреть. Ну, история очень похожа опять на то, что происходило в начале месяца с дельфинарием. Да, ну, нет, с дельфинарием все хуже, потому что там-то вообще был просто бред какой-то. Нет, там нет ни документов, ничего. Там есть только четкое ощущение того, что вместо дельфинария будет что-то совсем другое. Вот это, по крайней мере, вызывает такое ощущение. Ну, с Гранелью, наверное, все попроще, в том смысле, что они действительно застройщики, строители и девелоперы, они там построят и продадут. Это понятно. Вопрос только что, как, когда, в какие сроки, насколько будут соблюдены интересы самого санатория. Покажите эти площади, покажите эту конфигурацию, то есть, ну, и так далее. Это же не сложно. Либо назовите сроки, когда это будет все обсуждаться и смотреться. Ну, это дефекты, это неумение работать с медийным пространством. Еще раз напомню номер для смсок, плюс 7927-304-1051. Дмитрий нам пишет, опять вопрос, не знаю, почему он вам адресует, но я задам его. Собянин добавил полторы тысячи рублей к пенсиям, детям войны. Сделает ли Хабиров что-то в этом плане? Не знаю. Я не Хабиров. Хабиров пока все деньги на елки истратил. На елки и на борьбу с нелегальным алкоголем. Я прям на сладенькое оставила эту тему. На борьбу с сторонниками альтернативных точек зрения. Ну, на самом деле, вы зря смеетесь, потому что на эту борьбу выделяются достаточно большие, хотя и теневые бюджеты, то есть, они тратятся вот на всю вот эту антиагитацию. Дело, возвращаясь к Собянину, да, возвращаясь к Собянину, скажу такую вещь. Москва — это священная корова России. Там всегда пенсионеры получали больше денег, значительно больше, чем, например, по всей России. Там выше зарплаты. Каждый десятый житель России живет в Москве. Москва, она окружает Кремль, и потому там это происходит. Еще начиная с Лужкова, Москву кормили, задабривали, делали льготные проезды на транспорте для пенсионеров и так далее. Это не касается всех остальных жителей России. И, соответственно, да. Нам хватит. Слушайте, а вот про финансирование вот этих вот, теневое финансирование. А сколько обычно тратится на такие вещи? Ну, условно говоря, не знаю, закупить, заплатить ботам, которые будут писать про тот же Куштау, что это нужно, важно и хорошо. Мы не будем сейчас обсуждать вот эти вот сметы, потому что это очень сложный, на самом деле, и научный, как ни странно, процесс, потому что уже давно отработаны технологии, каким образом можно поднимать, гасить, возобновлять и усиливать волны информации в сети и в медийном пространстве в целом. Стоимость сметы этих работ, они зависят исключительно от масштаба темы, от качества, количества аудитории, от требуемого результата. То есть, ну, это действительно вот проработанная годами уже технология. Она сейчас применяется, все шире и шире начинает применяться, в том числе и у нас в провинции. То есть началось это все, естественно, со столиц. Там Пригожинские вот эти фермы и прочее, да. Сейчас, я так понимаю, у нас тоже подобное явление заводится постепенно, то есть вот силами Ростислава Мурзагулова там и разных его друзей и товарищей в разноцветных трусах, они создают вот эти вот некие сообщества, которые интенсивным образом пытаются влиять на общественное мнение по тому или иному вопросу. Сколько уж там они тратят денег и сколько они, и каким образом они там делятся внутри этих сообществ, я пока говорить не могу и, наверное, не буду. Хорошо. На сладкое, как я и сказала, уже оставила я тему вот этой борьбы с алкоголем, которая у нас продолжается. И просто потрясающая новость была сегодня. Правительство готово платить людям, которые будут, ну, по сути, стучать на тех, кто производит, не знаю, соседка какая-нибудь гонит алкоголь, то можно рассказать, где и кто это делает, и получить деньги. Как вам? Ну, очень классический такой советский подход. Я бы еще добавил и советовал бы правительству ввести некую ответственность для тех, кто не настучал. Тогда это будет вдвойне эффективно. То есть, вот приходят, находят точку продажи алкоголя нелегальную, и всех соседей по кругу, значит, кто не стуканул, тех оштрафовали. Ну, бюджету, опять же, прибыто. Что же вы ему подсказываете? Да я много такого могу подсказать, да ужасного. Так вот, на самом деле, конечно, это жалкая попытка. У нас в стране бытует, вообще-то, мнение и негативное отношение к любому стукачеству, потому что вот эта вот уголовная мораль, она очень глубоко проросла внутрь российского общества еще с советских времен. Это в Германии нормально доложить, что сосед купил новые BMW 8-й серии, но не платил налоги. И никто никому не скажет, что это там стукач, там подлец и так далее. Соседа оштрафуют или посадят. У нас такое не случится. Конечно же, в деревне, где с двух концов деревни живет две самогонщицы, и вся деревня... Самые уважаемые люди. Самые уважаемые люди, они, в общем-то, градообразующие предприятия и так далее, да. То есть, они, собственно, никто на них стучать не будет, они все пользуются их плодами, их труда. Я не думаю, что это эффективная мера, это скорее некий популизм, там, и обращение гражданам опять в пустоту, вот это вот, там, а настучите, пожалуйста, там. Ну, конкуренты, конечно, друг на друга будут стучать, безусловно. Но не более того. Ну, а вообще вот эта вся тема с борьбой с алкоголем в новогодние праздники и раздувание темы вот этих вот курительно-сосательно-жевательных, чтобы это не было штук, не попытка ли это снова как-то отвлечь внимание людей от чего-то более важного? Нет, это, на самом деле, очень разные вещи. Вот по поводу снюсов я с двумя руками за и поддерживаю в этом смысле Хабирова. Он абсолютно прав. Это правильная, превентивная мера не допустить широкого распространения вот этих вот подозрительных, непонятных вещей. Я сталкивался просто с процессами, связанными с этими спайсами, когда они только появлялись. Это ведь точно так же развивалось. То есть, никто не знал состава. И они не входили в список запрещенных веществ. Только потом их туда включили. Примерно такая же история со снюсами. А с алкоголем, да, это у нас бесконечный популизм. Алкоголь — это проблема России. Можно найти себе некий пласт людей, которые будут поддерживать эту идею. В первую очередь, это несчастные жены алкоголиков, которые будут только за... Значит, но практика, мировая практика говорит о том, что подобные меры, они не работают от слова совсем. То есть, вот запретить продажу алкоголя 3 января не даст ровно ничего, потому что 2 января все купят лишнюю бутылку из числа тех, кому нужно. То есть, речь здесь не может идти ни о тотальном запрете, ни о чем. То есть, вот запрет торговли алкоголем на Сабантуях обернулся просто комическими историями, которые я во множественном числе слышал. Когда вот на Сабантуях было номинально запрещено употреблять алкоголь, и главы, значит, изможденные этим запретом, читали длинную речь перед своими, значит, согражданами, потом забегали в сзади стоящую юрту, значит, и там накатывали по 3-4, значит, пропущенных стаканов. Ну, то есть, это не работает, это ерунда все. То есть, отручать людей от алкоголя нужно совершенно иными способами. Это государственная задача, это комплексная задача, она, конечно, не лежит в поле ответственности самого Хабирова, и более того, в одиночку Хабиров, там, с кем бы он совместно не действовал, в рамках одного региона эту проблему решить не сможет. То есть, это нужен общегосударственный подход, общегосударственная история. Но, к сожалению, у нас же здесь как бы полярность какая. То есть, с одной стороны, у нас Хабиров борется с алкоголизмом и пьянством, с другой стороны, у нас башспирт и тантана открывают там какие-то красивые, шикарные магазины на центральных улицах. То есть, ну, вот здесь два полюса этой проблемы, да? То есть, кто с чем борется? Там, мухи с котлетами или пчелы с медом? Ну, в общем, на мой взгляд, это все популизм. То есть, если так вот кратко. Ну, зато после Нового года красивые цифры будут приводить. Посмотрим. Дело в том, что и цифры эти все проверяются, в том числе и по смертности в ДТП, и по вот этим всем ЧС и так далее. То есть, посмотрим, какие цифры будут.